Ну что, какая у вас реакция? Вы ждали, что случится это все-таки после Дудя? Было такое ощущение? Или наоборот думали, что ну как бы уже все вышло и что убирать-то? Вот я, например, удивился. Честно говоря, я не думала тоже об этом. Вот только не об этом. Было много других вещей, о которых действительно нужно думать было. И нужно следить было за войной, за тем, что происходит. И это последнее, о чем бы я вообще подумала в этой жизни. Ну, и это, кстати, дубль-два, на самом деле, это уже происходило с нами. Тогда мы попали впервые в списки дела 37, и закрыты были также все проекты. Вообще все парадоксально. И то, что потом и смогла быть Ольга, и то, что сейчас зачем-то ее удаляют. Но вы же всегда ярко высказывались по этому вопросу, и по Навальному, и так далее, и так далее, и так далее. Но Ольга все равно оставалась. Она все равно была. И для продюсеров, вы объясняете это в интервью, Дудю, это был важный проект. И для зрителей самое главное, это был важный проект. Что же, тут уже, видимо, все. Нашла коса на камень. А кто-то принял принципиальное решение. Для меня еще удивительно, что интервью все-таки вышло три недели назад. Почему вот был этот люфт? Неужели спорили? Спорили. Может, оставить, защитить. Кто-то защищал, может, Ольгу. Я бы хотела участвовать сейчас в вашей беседе, но не могу, потому что я не знаю, что там у них происходит. Я не нахожусь в России. Меня не приглашают за эти столы обсуждения. Поэтому не хотелось бы тонуть в догадках. Но что-то происходило, что-то они там думали. Возможно, это только начало. Я отдаю себе отчеты, это ответственность на мне вся, что сегодня происходит с нашими проектами, с нашими жизнями. Все понятно. Правила игры давно уже ясны, маски сброшены, поэтому удивляться ничему не приходится. Мы пробили уже много, большое количество дна, поэтому я ничему не удивляюсь. Сказали, что это может быть только начало. А как вам кажется, какие еще могут быть последствия? В личном его характере. Может, уже были какие-то сигнальчики, особенно после Дудя? Нет, у меня не было сигнальчиков. Нас убивают всех. Это главный сигнал. Убивают людей. Мы все в опасности. Какие еще сигналы мне нужны? Мне больше не нужны никакие сигналы. Ко мне однажды подошел на улицу человек, десантник, ему лет до 60, и сказал, Янка, все, мы ждем сигналы. Это было еще до войны. Я говорю, какой вы сигнал ждете? Все давно сигналы уже прошли. Так что, какие я жду сигналы? Только то, что мы все в опасности и нас убивают. Но все-таки, как вы говорили, опять же, у Дудя, Ольга выполняла и важную функцию. Она пыталась на языке народа общаться и объяснять, можно сказать, троянским конем ходила. И сейчас, если бы Ольга, может быть, оставалась, может быть, что-то бы все равно, что-то живое бы оставалось. Сейчас вообще какая-то мертвая зона. Вам лично обидно вот это внутри? Я понимаю, что куча преступлений. Людей каждый день убивают в Украине. Навальный сидит каждый день в ШИЗО. Ему дают там 30 лет и так далее. Ужасов вокруг много. Но лично вы, как все-таки вложившие в эту героиню многое, что сейчас чувствуете? Какое-то страшение? Я себя чувствую сегодня человеком, который из-за границы наблюдает за всем, что происходит. И это страшно, потому что, как я уже сказала, все еще самое страшное впереди. У меня нет никакой надежды на то, что все остановится. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мы вошли в страшный период на десятилетия. И будет только хуже и хуже. Хотелось бы, чтобы это понимало больше людей. И я не к тому, что сегодня в России есть возможность сопротивляться. Ведь любое сопротивление подавляется тут же жестокими пытками, убийствами, тюрьмой, насилием. И было бы безумие сегодня в России вставать. И я себя чувствую немного, знаете, таким зрителем, который смотрит страшное кино, самое страшное на свете. Смотрит на Украину, на Беларусь, на Россию. И не могу этого остановить. И вот это убивает, потому что мне жалко всех абсолютно. И с той, и с другой стороны. И только людоеды продолжают свою беспощадную войну, которые не могут насытиться, остановиться, признать свои ошибки. И это страшно. Наблюдать со стороны, это очень страшно. Но я понимаю, что это я не только наблюдатель. Я такая же жертва этой войны, как и все другие люди из России, из Украины, из Беларуси. Поэтому все, что я могу делать, я буду делать. И Ольга, это такой же мой этап и такой же рупор, который я смогла сделать. Смогла поддержать наших со своей прекрасной командой, которые тоже хотели сделать что-то доброе, хорошее, большое. И да, у нас это получилось. И то, что сегодня удаляют Ольгу, посты людей и частные комментарии, которые я получаю со вчерашнего дня, дают мне понимание того, что все было не зря, все правильно. И эту любовь невозможно забрать, уничтожить, и сердец не выдрать, и из памяти. То, что всего лишь не будет Ольги на премьере, на платформе, это ничего не означает. У нас все получилось. Я счастлива, что участвовала в пятом сезоне. И понимаю, что скоро мы будем просто смотреть это на пиратских носителях. То есть, в принципе, все живо, мы есть еще. И будем. Яна, тогда позвольте мне спросить о вашем ютуб-проекте. Вы заявили о том, что он скоро будет. Вдруг вы нам можете рассказать какие-то новые подробности. Как раз про будет то, что вы говорите. Да, потому что очень хочется поговорить и про будущее, в которое все-таки хочется ввести. Да, но слово «скоро» здесь преждевременное. То есть, мы действительно работаем, мы действительно готовимся. Команды собираются с разных точек мира. Это и украинцы, и белорусы, и русские участвуют в наших проектах. Где-то мы еще ведем переговоры, где-то мы уже приступили к написанию сценария. Это разные проекты. Я продолжаю работать в Россию. У меня больше нет возможности находиться в России, работать на телеке подавно или даже просто внутри России. Но вот, как говорится, за границей России я могу еще это делать и буду. Ну и да, ну скоро это, наверное, все-таки что-то осенью мы уже, думаю, выдадим. Яна, можете сказать, все-таки, вот вы говорите, реакции приходят, обратная связь есть по поводу Ольги той же самой. Что вас, может быть, больше всего зацепило, если сейчас можете вспомнить вдруг такое, что это самая яркая реакция по поводу ухода Ольги, ну как бы с платформы? Да. Самая яркая реакция, конечно, это благодарность за наше счастливое детство, пишет молодежь. Я однажды сидела в бестро в Париже, пила кофе, и ко мне подошел молодой человек лет 16. Ну то есть это еще было до выхода Ольги, но уже после начала войны. И вдруг произнес эту фразу, которую я никогда ранее в жизни не слышала в свою сторону. Спасибо за мое счастливое детство. Я ужаснулась и сказала, а что вы смотрели? В страну ОС, может быть. Да, авторское кино или там, не знаю, может быть, последний герой, но это все-таки молодой парень, прикольный еще, весь модный. И он сказал, нет, что вы, конечно, Ольгу. И сегодня, и со вчерашнего дня как раз главные комментарии эти для меня, потому что, значит, мы вложили что-то доброе и хорошее в наших детей. Это важно. Да. Это их страна, им здесь жить, а нам сегодня нести ответственность за то, что произошло с нашей страной. Я хоть и не вырос, потому что мы примерно одного возраста... Постарше. Да, да, да. Но тем не менее, помню хорошо и удивился, как в последнем сезоне вырос сын ваш по сериалу. Забыл, как его, правда, зовут. Да. Это вылетело. Мухаммед. Да, Мухаммед. А я, наверное... По жизни Мухаммед в сериале Тимофей. Тимофей, да, да, да. Вырос очень сильно. А я хотела попросить Яну, как закрыть наш разговор, наверное, все-таки репликой Ольги, который закончился сериал Ольга, потому что, мне кажется, это единственное, что мы можем пожелать друг другу. Можно, кстати, после моего последнего вопроса, важного, на мой взгляд, на сегодняшний день, Яна, так как к этому тоже следит за судьбой Алексея Навального, то сейчас начался процесс. 30 лет грозит ему. И опять не допустили даже родителей вчера на этот суд. Что вы можете... Какая у вас была вчера и сейчас реакция по поводу происходящего? А потом, да, вернемся к просьбе Полины. Ну, у меня уже давно по отношению Алексея установившееся... Это принятие просто того, что это выбор Алексея. У Алексея был выбор не лететь в Россию. И все, что с ним сегодня делают, это его продолжают убивать. Такой узник Путина. Но для того, чтобы продолжать жить и двигаться дальше, мне нужно было принять решение Алексея вернуться в Россию. Это его выбор. И проходит он его достойник всех. Вообще всех людей, каких я только видела в жизни. Этот дух не сломить. И только благодаря Алексею, его пути, можно сказать, что я обратно вернулась в... Вот в эту... Я не хочу говорить политику. Это слово уже тоже какое-то для меня страшное, потому что политика нас привела к войне. Но вернуться активно в жизнь... Какая у нас жизнь, господи, политическая, военная. Вернуться на войну. Вернуться на войну, потому что нельзя больше закрывать глаза. Война есть. И с меня делать то, что я могу, чтобы она прекратилась. Война должна прекратиться. Нет войны.